На самом деле, все хорошо знают, андроген – сигнальный путь, и он претерпевает такой то взлёт и то падение при раке предстательной железы. Мы то действительно очень активно к нему обращаемся, то говорим, что всё-таки он не решает всех проблем, обладает высокой достаточно токсичностью и уповаем на химиотерапию, то опять у нас появляется уже понятие кастрационной рефракторности или уже гормона рефракторности, и мы опять возводим андроген-сигнальный путь в какой-то ранг принципиально важного направления чени. Но на самом деле абсолютное большинство действительно рака предстательной железы практически до последнего использует и эксплуатирует в своей жизнедеятельности именно андроген-сигнальный путь. То есть весь биосинтез, который происходит в клетках рака предстательной железы в абсолютном числе опухолей, которые мы лечим, во всяком случае, в типичных аденокарциномах, происходит по андроген-сигнальному пути. Факты, о которых здесь изложено, в принципе, наверное, этой аудитории особо говорить не стоит, что, конечно, основной источником андрогенов являются яички. Но вот факт, который тоже, наверное, очень хорошо известен, но, на мой взгляд, очень важен, что в ткани предстательной железы только 60% тестикулярного тестостерона, все остальное – это альтернативные источники. То есть уже до начала лечения, то есть у нормального пациента достаточное количество тестостерона в предстательной железе для того, чтобы обойтись и в том числе без яичек, и претерпевать дальнейшее свое развитие. Очень плохо. Второй момент, который тоже стал нам известен, это то, что синтез тестостерона во всех своих очагах, там, где он может синтезироваться, оказалось, что он может синтезироваться практически везде, как в периферических тканях, так и в надпочечниках, так и непосредственно в предстательной железе, и так в клетках опухоли. То есть практически абсолютное большинство тканей может синтезировать тестостерон при этой необходимости. Синтез происходит из холестерола по уже сегодня хорошо известному механизму через ряд определенных превращений от одних андрогенов к другим, более активным и более зрелым, до тестостерона и до гидротестостерона уже непосредственно в ткани предстательной железы. И в этом участвует ряд ферментативных молекул, которые помогают ему этот путь преодолеть. И основной, конечно, является СИП-17А, но основной она является только потому, что мы на сегодняшний день действительно нашли определенный механизм у нее воздействия и научились ее использовать сегодня в своей клинической практике. Это и явилось ее основным, так скажем, основным ее приоритетом на сегодняшний день. Существует ряд других молекул, в том числе молекул, которые ответственны переходу дегидропиандосценорного в тестостерон и в дегидротестостерон. Но на сегодня, опять же, мы не имеем никаких возможностей влиять на этот путь клинически обоснованных, и поэтому эти пути и эти молекулы либо остаются в резерве, либо, наверное, может быть, никогда и не будут использованы. Понятно, что именно этот путь и был впервые проэксплуатирован для лечения пациентов, страдающих раком предстательной железы, конечно, как в варианте хирургической кастрации, так и в варианте лекарственной кастрации. И единственный момент, наверное, принципиальный в том, что поведение тестостерона, и мы тоже хорошо это знаем, оно отличается при различных наших манипуляциях. И то ли это всплески в начале применения аналогов релизинга гормонов, а также возможные дополнительные вспышки при повторных введениях за счет стимуляции, либо это практически падение уровня тестостерона в первые сутки при орхоктомии или использовании антагониста Дегреликса. Важно это? Наверное, важно. Важно, во всяком случае, как минимум, у пациентов симптоматических, у тех, у кого мы видим проявление самого заболевания, как в виде нарушений мочи испускания, так и в вариантах различных компрессий, болевого синдрома. Наверное, и есть работа, которая показывает, что действительно применение более активного подхода быстрого снижения тестостерона не приводит к обострению симптоматики и быстрее ее купирует у этой категории больных. Это то, о чем мы уже говорили, что внутреннее повелечение Дегреликса тестостерона также является достаточно важным процессом. И второй вопрос встает, а имеет ли это клиническую значимость, уровень супрессии тестостерона? На самом деле, работ, посвященных этому, достаточно мало. Буквально 2-3 работы, которые реально показали, ну, более-менее показали, что действительно степень супрессии тестостерона изначально оказывает влияние на результаты лечения. Одна из первых работ – работа Морота, который определил уровень как 3,2 мг на мл. И Битаглия работа, которая показала преимущество и в общей выживаемости, и преимущество безрецидивной выживаемости у пациентов, у кого достигнут максимальный кастрационный уровень тестостерона при назначении соответствующей терапии. Но при этом работы, так скажем, не на очень большом материале, и уровень их доказательности достаточно низкий, поэтому утверждать, что действительно изначально высокая супрессия тестостерона является каким-то важным фактором, улучшающим выживаемость этих пациентов, на этих материалах было нельзя. Но, тем не менее, дальнейшие работы, которые мы будем рассматривать дальше, наверное, всё-таки показывают, что в этом определённый резон есть, и те комбинации лечения, которые мы имеем сегодня, с современными препаратами, они более значимы. Дальше была работа, которая показала, что на самом деле никакой разницы в выживаемости между орхоктомией и аналогами релизинговых гормонов не было. Понятно, что эти работы появились на фоне появления антагонистов релизинговых гормонов, которые позволили им активно достаточно выйти на рынок и занять своё место в лечении. Тем не менее, когда появились антагонисты, появились те исследования, которые проводили для них, было показано, что всё-таки существует определённая разница в общей выживаемости. Но посмотрите, здесь общая выживаемость оценена в течение года, и понятно, что абсолютное большинство больных раком предстательной железы в течение года от этого заболевания не умирают. Они умирают в основном от сердечно-сосудистых заболеваний, от прогрессирований, в том числе за счёт токсического проявления, то есть за счёт проявления осложнения, непосредственно самовлечения, осложнения гормональной терапии. Всё-таки, наверное, это было авторами расценено, что именно за счёт этого механизма некоторое улучшение общей выживаемости, тем более в течение первого года, и происходило. Действительно, был ряд описанных механизмов, в том числе за счёт того, что при применении антагонистов более стабильный уровень фолликулостимулирующего гормона, лютонизирующего гормона, что, естественно, в свою очередь меньше влияет на липидный обмен и в том числе на стабильное состояние атеросклеротических бляшек, что является важным компонентом для этих больных. Но при этом было показано, что у пациентов без сердечно-сосудистых заболеваний разницы в выживаемости при назначении антагонистов и агонистов не было, но вот у больных, которых имелись изначально сердечно-сосудистые заболевания, общая выживаемость была достоверно выше тех, кто получал антагонисты, по всей видимости, с теми механизмами, которые мы обговорили выше. Понятно, что хотелось ещё больше супрессировать тестостерон, и на самом деле Чарльз Кагенс был настолько велик, что он не успокоился на блокаде только за счёт кастрации, в том числе кастрации за счёт эстрогенов, но и в том числе на самом деле ему принадлежат первые двусторонние адреналоктомии, которые были выполнены у этих больных с целью дальнейшей супрессии. Но, к сожалению, эти больные в этой небольшой буквально серии все погибли, и эти работы остались уже для будущего. И на самом деле история показала, что хирургическая как адреналоктомия, так и лучевая гипофизоктомия не показали ни своей эффективности в связи с выраженной токсичностью и с выраженным развитием осложнений, и ушли тоже в историю. Но, тем не менее, понимание молекулярного механизма превращения синтеза холестерола в тестостерон и открытие ЦИП-17, и на самом главном, что было на теномолекулы, эффективно блокирующие этот фермент, сделало следующий шаг развития. И мы получили дополнительные мишени, то, о чем я сказал, что применение данной блокады этого фермента снижает уровень тестостерона практически до нуля. Блокируется синтез во всех тканях, не только в яичках, надпочечниках, но и также непосредственно и в периферических тканях, и в то же самое время в тканях опухоли. И те клинические исследования, которые были проведены при использовании этого подхода к полной блокаде тестостерона, показали свою эффективность, как у пациентов во второй линии терапии, после уже первой линии терапии, так и у пациентов кастрационно-рефрактерных в первой линии лечения, и так у пациентов, которые на сегодняшний день являются гормонально чувствительными. То есть все-таки на сегодняшний день мы получили данные, что тотальная блокада тестостерона у метастатических больных, страдающих ракопрестательной железы, является эффективной, демонстрирует хороший эффект. Причем это больные, которые вошли в это исследование, имели в абсолютном большинстве плохой прогноз, высокообъемное заболевание. Очень маленькая группа имела хороший прогноз, и они не подверглись даже анализу. Поэтому на сегодняшний день мы имеем, по сути, два конкурирующих подхода у пациентов гормоночувствительных, надо понимать. С одной стороны, мы должны вот этим больным с высокообъемным процессом назначать препараты ДОЦитаксел в группе как раз плохого прогноза, а в группе с хорошим прогнозом или низкообъемным опухолевым процессом эффекта не было показано. И, с другой стороны, сегодня высоко доказано в двух исследованиях, ДОЦИТ и ИСТАМПИД, что применение также и гормонального вектора назначения полной тотальной супрессии тестостерона также оказывает хороший эффект, и практически сравнимые уровни выживаемости у пациента с чувствительным метастатическим раком предстательной железы в группе плохого прогноза. Поэтому на сегодняшний день некоторое достаточно серьезное изменение понимания и отношения к лечению именно первой фазы лечения для больных, именно гормоночувствительных, должно быть основным, потому что на самом деле, на мой взгляд, это и меняет дальнейшее лечение констрационных форм, которое в связи с этим достаточно сильно меняется и меняются подходы. При этом все-таки надо понимать, что мы рано или поздно будем иметь предиктивные молекулы. Вот, например, для группы пациентов, которые входили в исследование ЧАРТЭД, были исследованы в наличии вот этого генотипа, не наследственных, а герметологических мутаций, которые показали, что у пациентов с плохим прогнозом они никак не влияли на прогноз в этой группе, тогда как у пациентов с низкообъемным процессом они демонстрировали совершенно разные прогнозы. И, возможно, уже эта группа, она несколько отличается, и несмотря на то, что там не получено улучшение выживаемости, возможно, и в этой группе мы можем найти тех пациентов, кому целесообразно проводить более агрессивное лечение, либо с тотальной супрессией тестостерона, либо изначально с применением химиотерапии. Это данные уже, и тот слайд, и этот слайд совершенно свежие, они придают абстракты с АСКО, то есть они буквально-буквально появились, и это те материалы, которые, на мой взгляд, чрезвычайно любопытны. Это тоже подтверждает тот же подход, и тут абстракт на ту же тему, что этот мутационный компонент влияет на прогноз у тех пациентов, которые имеют низкообъемный процесс, и им в том числе мы можем также предлагать более активное и агрессивное лечение. Еще очень важный момент, который сегодня активно обсуждается и выделяется, это первично агрессивные формы рака предстательной железы, иногда их называют апластические формы рака предстательной железы, которые в основном уже, по сути, изначально являются андрогенорефрактерные. На сегодняшний день мы можем определять определенный генотип. Основное, на самом деле, всего лишь три гена, которые рекомендуются для оценки в этой ситуации, это ген TP53, RB1 и ПТН. По сути, потеря этих генов является негативным фактором прогноза и свидетельством потери возможности использовать андрогенсигнальный путь. Его уже сегодня называют по аналогии рака молочной железы, трижды негативный рак предстательной железы, который, по всей видимости, должен иметь также совершенно другую тактику лечения, более агрессивную и, скорее всего, в области химиотерапии. Такие возможности есть, как с поиском БРК-мутации и предложением лечения препаратами цисплатиной или аллопарибом, или все-таки начало с химиотерапией, стандартной химиотерапией, а в том числе, возможно, и кабазитокселом, о чем будет несколько ниже сказано. Мы видим, что в группах больных с подобными изменениями и без них практически вдвое выживаемость отличается. Поэтому мы на сегодня уже даже на гормоночувствительном раке предстательной железы можем формировать группу чрезвычайно агрессивных форм, привечно рефракторных, которые могут получать и должны получать, наверное, на сегодня совершенно другое, более агрессивное лечение. Достаточно много, наверное, слайдов, которые посвящены вот этим процессом чисто механистическим, я все-таки ради времени их сокращу, чтобы больше показать, наверное, клинических все-таки взаимодействий и тех действительно клинических результатов, которые на сегодня есть. Не очень хочет он прыгать. Можно помочь мне, что он перелистнулся? Ну и хорошо известны простые антиандрогены. Я хотел очень об этом сказать, что на самом деле на сегодняшний день применению простых антиандрогенов места нет. И, к сожалению, это активная и широкая практика в Российской Федерации, когда мы всем, очень многим больным и больные получают эти препараты. Она на сегодня уже порочна. Это надо понимать. Во-первых, в монотерапию метастатических пациентов это не оказало, не привело к улучшению выживаемости, а использование гормональных антиандрогенов привело даже к снижению выживаемости у пациентов за счет прогрессирования кардиологической токсичности. И было показано, и появление новых антиандрогенов показало их высокую эффективность. И опять же, как у пациентов во второй линии при гормонорефрактерности, так и при кастрационной рефрактерности в первой линии, в частности, энзолутамид, продемонстрировал свою хорошую эффективность и увеличение выживаемости. На сегодняшний день мы имеем уже очередные исследования, которые показали, что в том числе энзолутамид гораздо более эффективнее, чем простые антиандрогены, увеличивая выживаемость, и в том числе беспрогрессивную выживаемость значительно по сравнению с простыми антиандрогенами. Поэтому на сегодня все-таки применение этих препаратов нецелесообразно, и нецелесообразно еще потому, что это имеет достаточно глубокие молекулярные основы, которых все-таки, наверное, ниже я несколько покажу. Ну и то исследование, к которому мы готовимся вот-вот получить результаты, это исследование ARCHES, где энзолутамид сравнивается с плацебо у гормон чувствительных метастатических пациентов. И по аналогии Аполутамид, исследование Титан, который показал уже свою эффективность, уже появились первые результаты, которые продемонстрировали у этой категории больных эффективность назначения этой категории антиандрогенов в гормон чувствительных больных. На самом деле у этих пациентов ситуация выглядит вот следующим образом. Это те исследования, которые посвящены метастатическим гормоночувствительным больным. Основные первые три посвящены использованию доцитоксела, которые продемонстрировали эффективность у высокообъемных, то есть у пациентов с высокообъемным процессом. И следующие, посвященные как абератерону, так и Аполутамиду, так и по всей видимости ARCHES в предварительных данных также демонстрируют многообещающий результат, так как безрецидивная выживаемость достоверно выше по сравнению с группой плацебо. Поэтому вот это изменение подхода, оно потребует от нас проведения всё-таки более агрессивного лечения, и мы знаем об этом давно. И если за рубежом уже на самом деле сформировалась та группа пациентов, которая получает в первой линии у гормоночувствительных пациентов доцитоксел, и в основном вся остальная линия рассматривается в объёме либо раннего назначения кабазитоксела, либо дальнейшего продолжения гормонального вектора, а для нас она может быть не очень понятна, потому что у нас этих пациентов, которые в первой линии у гормоночувствительных получили доцитоксел, их очень мало, их проводят только там, где центры действительно берут на себя подобную ответственность, а до последнего времени это вообще было флэйбл, потому что в аннотации такого разрешения не было для этого препарата в Российской Федерации, сейчас появилось. Поэтому всё-таки надо понимать, мы, может быть, перешагнули через эту ступень, и на сегодня вот эти больные с высокообъёмным процессом, должны получать не только кастрационную терапию, но и обязательно какой-либо из дополнительных опций в зависимости от конкретной клинической ситуации у каждого больного. И ещё один момент, на мой взгляд, любопытный, что максимально андрогенная блокада, которая была уже предложена в 80-х годах Лабрие, который предположил, что чем сильнее мы ингибируем все возможные пути андрогена, передача андрогеносигнального пути, тем будет больше эффект. К сожалению, эти надежды не оправдались, всего 3-5% улучшения, и андрогенная максимальная блокада не была рекомендована. Но вот мне показалось любопытным, что дальнейшие попытки комбинации препаратов, в том числе энзилутамида и абиротерона в сравнении с монотерапией энзилутамида, продемонстрировали отсутствие улучшения, опять же, выживаемости у этих больных. То есть вот подобная комбинация внутри этой группы препаратов, а их на самом деле всего 4, в том числе децитоксел с энзилутамидом, по сравнению с децитокселом продемонстрировал такую же эффективность, правда, уже к констрационно-рефракторных пациентах. Она все-таки, наверное, неэффективна и нецелесообразна. Но вот раннее начало лечения все-таки с более активной позицией, оно достаточно важно. И самое главное – это еще и то, что мы должны достаточно активно определять этих пациентов с низким объемным процессом, с высокообъемным процессом, с первичной рефрактерной опухоли или опластичным раком предстательной железы и стараться перестраивать более прицельное лечение. Механизмы, которые связаны с андроген-рецептором, тоже хорошо известны. Амплификация, просто увеличение числа андроген-рецепторов, а также различные сплайс-варианты андроген-рецептора, которые якобы приводят все-таки к такому альтернативному запуску этого пути. Но в том году появилась достаточно крупная работа, которая показала, что нет влияния андроген-арв-7 на выбор терапии токсанами или гормонального вектора. Поэтому на сегодняшний день специалисты так очень аккуратно говорят о том, что пока нет доказательств того, что этот подход целесообразен. И поэтому, наверное, на сегодня рутинное определение, даже если бы это было возможно, РВ-7 в общем-то нецелесообразно, несмотря на те работы, которые мы хорошо знаем, которые опубликовал Антон Аракис, и которые достаточно вызвали большой интерес для пациентов с констрационно-рефракторным или гормонально-рефракторным раком предстательной железы. Поэтому еще раз повторю, такое отношение взвешено. Ну и вот то, что, на мой взгляд, тоже достаточно интересно, это точечные мутации в легандозависимом домене андроген-рецептора. Они на самом деле чрезвычайно важны, и они уже развиваются на раннее применение простых антиандрогенов. Вот то, о чем я говорил. Надо понимать, что если мы больному назначаем простые антиандрогены либо в первой линии, либо в моно, либо в комбинации в максимальной андрогенной блокаде, то мы заранее формируем тот пул пациентов, который уже не отреагирует, потому что у них уже будут перекрестные мутации со следующими генерациями либо антиандрогенов, либо кастрационной терапии. Причем таких мутаций уже достаточно много, описаны они все, те, которые приведены на этом слайде, все будут приводить к нечувствительности или парадоксальной реакции на сам препарат. То есть это мы хорошо знали для бикалутамида, что при определенной мутации он может вызывать стимуляцию опухолю этого андрогенного пути, то есть самого рецептора. В том числе это касается и активизации на фоне применения абертерона, и в том числе современных антиандрогенов. Вот ряд этих мутаций, которые, еще раз говорю, на сегодняшний день можно определять и в зависимости от этого в том числе строить свою позицию в отношении лечения этих пациентов. Еще раз повторю, их уже достаточно описано много, и это целесообразно возможно будет когда-то использовать, когда это будет достаточно доступно. Ну и последнее – это нейрендокринный фенотип. То, о чем мы сказали, на самом деле тот самый нейрендокринный фенотип соответствует тому генотипу, о котором мы говорили, о трижды негативном раке предстательной железы, он приобретает определенное другое развитие, и вот эта нейрендокринная дифференцировка, в том числе в переход в полностью нейрендокринную опухоль предстательной железы, запускает абсолютно другие пути регуляции и требует совершенно другого лечения. Понятно, что у этих пациентов эксплуатация андроген-сигнального пути, в общем-то, бессмысленна. Они характеризуются слабым или отсутствующим сигналом на андроген-рецепторный путь, на потерю ретинобластомы-1, на потерю TP53, на амплификацию, на перестройку вот этого ключевого момента гена RG и повышение уровней других маркеров, которые, опять же, активизируют альтернативные варианты развития и биосинтеза в клетках. Для чего нам это нужно? Действительно, для того, чтобы формировать тех пациентов, которым будет целесообразно проводить раннюю терапию, химиотерапию, конечно, мы когда-то получим предиктивные молекулы, в том числе для цисплатины и для аллопориба. Но сегодня мы знаем, что на самом деле для них пациенты с БРК-мутациями уже выделены, и их можно определять и назначать совершенно другое лечение. Тем не менее, было показано, что всё-таки в этом абстракте назначение химиотерапии у таких агрессивных пациентов по сравнению с гормональсигнальным путём является более оправданным. Посмотрите, 37 месяцев и 15 месяцев медиана общей выживаемости – это принципиально разные цифры. Практически втрое, почти втрое выживаемость лучше у пациентов, у агрессивных пациентов, у пациентов именно с тем фенотипом, о котором мы говорили сейчас, выживаемость достоверно лучше при назначении в раннем лечении именно кабазитоксела. Поэтому подход к этим больным может быть другой, и мы действительно им уже на сегодня можем реально оказать более хорошую и качественную помощь. По сути, это тот же самый анализ, который показывает графически. Ещё очень важное и интересное было исследование, которое подтвердило результаты Ферстаны. Это кабадок, который показал, что чередование децитоксела-кабазитоксела или кабазитоксела-дацитоксела в первой линии кастрационной рефрактерности в общем-то не имело значения, и по общей выживаемости различий достоверных не было, практически одинаковые цифры. Поэтому на самом деле действительно мы можем выбирать то или иное лечение у этих пациентов, прежде всего опираясь на ту токсичность, которую они оказывают, она у них значительно отличается, и поэтому мы можем подбирать по предполагаемой токсичности тех больных, которые пойдут на один или другой вид лечения, например, в первой линии кастрационной рефрактерности. Ну и подводя итоги, что нам сегодня действительно может быть доступно, хотя бы теоретически, это, конечно, определение мутаций в этом легатозависимом домене андроген-рецептора. На самом деле, наверное, это просто стоит денег, но это реально определять. Это ARV-7, все-таки пока убедительных доказательств, что это неэффективно, нет, все-таки абсолютное число работ, кроме вот той единственной работы, о которой я говорил, все работы подтверждают все-таки эффективность этого подхода, что при наличии подобной мутации андроген-сигнальный путь работает плохо, выживаемость низкая, и, конечно, эти пациенты предпочтительно должны получать химиотерапию. Это определение того самого агрессивного рака предстательной железы. Во-первых, мы можем и клинически уже определенную картину создавать этого пациента, они хорошо известны, но и в том числе мы можем определять определенные, то есть изменения буквально в трех генах, в двух, которые будут нам давать достаточно достоверную информацию о этих пациентах. Ну и, естественно, БРК, БРК-1, БРК-2, тест, который также может нам на сегодняшний день помочь выбрать лечение более адекватное для этой группы пациентов, и они, опять же, уже могут клинически быть тоже очерчены, о них сегодня утром, Евгений Наумович говорил, это молодые больные, в том числе еврейской национальности, и плюс с предполагаемым наследственным раком предстательной железы. Спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. У меня там вопрос будет, Александр Ильич. Все-таки место антиандрогена в первой линии вообще, где тогда оно остается? Каких? Простых? Простых. Простых и дешевых. Места нет. Вообще нет? Забыли? Я считаю, что да. Так, а вот если мы начинаем... Флэш-синдромы как лечить будем? Флэш-синдромы лечатся назначением Дегреликса. Ну, это... А если его нет? Нет, но мы как бы говорим, нет или есть. То есть мы закрываем и... Тогда двусторонний орхектомий. То есть одну группу препаратов можно тогда закрыть? Почему нет? Я же не сказал, что не надо их использовать. Просто флэш-синдром не везде актуален. Да, он актуален у симптоматических больных. У тех, у кого есть болевой синдром, у кого есть нарушение мочеиспускания, у кого... Ну, то, что я перечислял. У пациентов бессимптомных мы можем совершенно спокойно использовать аналоги и без всяких проблем. Это на самом деле никак не влияет на вживаемость. Ну, понятно. Я думаю, что может хорошо. Ваше мнение понятно. Так, кто-то хочет еще вопрос задать? На сегодня только по токсичности. Конечно. Но мы на сегодня понимаем, что эффекты... Хотя, если говорить о первой линии, да, если о первой линии, то пока еще окончательно результатов артис у нас нет, поэтому мы не можем пока говорить об этом. Но, тем не менее, если у кастрационно-рефракторных пациентов, то, естественно, по токсичности, потому что, да, результаты у нас практически одинаковы. Но при этом надо понимать, что вот эта перекрестная резистентность типа назначения последовательной или вместе двух препаратов, как показал, неэффективна и нецелесообразна. То есть понятно, что если больной уже получал в гормоночувствительной линии абератерона, на сегодня он должен уже его получать, да, то тогда назначение изултамида при кастрационной рефракторности уже нецелесообразна, да, то есть мы уже понимаем, что его эффективность будет ниже, чем в другой ситуации. Поэтому я говорю, что вот это вот понимание немножко сдвинулось, а мы на самом деле перешагнули эту ступеньку, потому что у нас той группы пациентов, которые получали гормоночувствительных децитоксил, их практически не было, да, то есть это единицы по всей территории Российской Федерации. Поэтому вот мы перешли сразу уже в новое, по сути, такое понимание лечения этих пациентов и в новую абсолютно череду. Еще вопросы будут? Спасибо. Продолжение следует...